Опорочить Божье имя, осквернить храм. Для верующего человека эти слова звучат максимально мрачно и дерзко. Мы сами до конца можем не понимать, что они означают, однако мы убеждены, что это нечто из разряда кощунства, на которое способны лишь последние атеисты или сатанисты. А что если нет? Что если сегодня осквернение святынь – это дело рук самих святых, а точнее называющих себя таковыми? В этой серии ты узнаешь, какие существуют степени тяжести греха, почему возмездие требуется даже за те проступки, которые были совершены неумышленно, иудеи в древности спасались через ритуалы или тоже по вере, что такое осквернение святилища и почему об этом так важно знать даже сегодня, какой из еврейских царей совершил самый тяжелый грех и как не повторить его в наши дни, по какому явному принципу можно определить, когда церковь уже не служит, а порочит Божье имя, и каковы последствия этого отступления? Начнем с нестандартного вопроса. Могут ли быть у греха степени тяжести? Разве не всякий грех одинаково является беззаконием? Решение вопроса заключается в том, что привычному нам слову грех в еврейском языке соответствует как минимум пять слов, каждый из которых имеет свое особое значение. Чтобы не перегружать вас исследованием древнееврейской лексики, упомянем лишь, что левицкая система подразделяла грехи на три степени тяжести – неумышленный, умышленный и грех, совершенный дерзкую рукою. В предыдущих выпусках мы уже говорили о том, что в так называемый ветхозаветный период, то есть до смерти Иисуса на Голгофском кресте, человек, совершивший неумышленный грех, мог изгладить его с помощью жертвы хаттат. Однако не всякий неумышленный грех было так легко очистить. Если человек совершил неумышленное убийство, смыть с себя этот грех он мог лишь только переселившись в любой город-убежище. Самым важным в данном ритуале являлось то, что убийца обязан был находиться в городе-убежище до смерти первосвященника. Только она могла сделать его свободным. Исследуя этот факт, мы приходим к двум выводам. Первый. Несмотря на всю сложность и символизм, святилище на земле не являлось абсолютным средством спасения, как пишет апостол в послании к евреям. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Только совершенная жертва Христа избавляет человека от любого греха. Только его служение, как истинного священника в небесном святилище, делает человека чистым. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинией, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Второй вывод заключается в том, что всякий грех требует возмездия. Либо человек платит за него собственной кровью, либо кто-то должен умереть вместо него. В ветхозаветном служении за многие грехи была предусмотрена заместительная жертва. Однако мы видим, что не за все. Самым тяжким грехом, который можно было все же очистить, являлось неумышленное убийство. Но, как мы уже говорили, в подобном случае смерти животного было недостаточно. Только смерть первосвященника могла загладить этот грех. За более тяжкие преступления заместительной жертвы не было предусмотрено. Такие преступления квалифицировались как осквернение святилища и не имели прощения. Вот как об этом написано в книге Левит. «Кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями. И я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих Молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое». В Библии описаны три основных случая, которые квалифицировались как осквернение святилища. Умышленное убийство или, как Библия называет его, пролитие невинной крови, участие израильтянина в языческих ритуалах и оргиях, пренебрежение законом о ритуальной нечистоте. О последнем случае следует сказать особо. Дело в том, что сама по себе ритуальная нечистота, конечно же, не являлась грехом. Речь идет о периоде после родов, менструации или наличии у человека какой-то язвы или гнойной раны. Однако в 19 главе книги чисел описано нечто иное. «Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека, умершего и не очистивший себя, осквернит жилище Господа. Истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окроплен очистительную водою, он нечист, еще нечистота его на нем. Если же кто будет нечист и не очистит себя, то истребится человек тот из среды народа, ибо он осквернил святилище Господа». Звучит чрезмерно радикально, не правда ли? В чем тут вообще суть? Богослов Ангел Родригес помогает немного больше понять смысл этих текстов. «Святилище не оскверняется в момент, когда человек прикасается к мертвому телу, но когда он не желает подвергнуться очищению с помощью тех средств, которые дает Бог, он лишается преимущества приходить в освятилище. Если же туда приходит, то оскверняет его». Хорошо, но зачем такое суровое наказание и как это относится к нам, людям 21 века? Дело в том, что на примере ритуальной нечистоты левицкий закон глубоко раскрывает перед нами один важный практический аспект греха, квалифицируемого как «осквернение святилища». В вопросах о взаимоотношениях Бога и человека инициатором является Господь. Он устанавливает завет, Он сообщает человеку свою волю, в том числе и относительно очищения от греха. «Это его воля и его замысел, чтобы человек, находящийся в состоянии ритуальной нечистоты, какое-то время не ходил во святилище, и чтобы он принес определенные жертвы. Человек, доверяющий Богу и его мудрости, должен покориться ему. Если же грешник решает идти своим путем спасения, он оскверняет святилище, даже несмотря на самые благие намерения». И вот здесь очень важно понять, что по сути на языке современного христианина очищение от греха, согласно воле Божьей, называется спасением по вере, а попытки избавиться от греха собственными силами – спасением по делам. Но можно ли говорить о спасении по вере в Ветхом Завете, если грешнику приходилось совершать строго определенный ритуал? Этот вопрос обусловлен нашей религиозной культурой, в которой вера – это нечто абстрактное или созерцательное, особое состояние души. На древнееврейском языке слово «верить» – «аман» этимологически связано с другим глаголом – «яман», который означает «идти направо» или «поступать правильно». «Поступать правильно» значит «поступать согласно воле Божьей». Не тот, кто лишь внутренне расположен думать или знать что-либо о Боге и его заповедях спасается, но тот, кто, доверяя Богу, исполняет его волю. Человек же, строящий свою собственную религию и ищущий путь к Богу по своему собственному усмотрению, оскверняет святилище, становясь тем самым в представлении ветхозаветного человека не лучше убийцы, пролившего невинную кровь, или идолопоклонника-извращенца. Согласно священному писанию, человек, оскверняющий святилище, бесчестит имя Божье. В семитском мышлении имя Божье – это его характер. Представляя характер Божий в искаженном свете, человек отвращает других от Бога, за что заслуживает смерти. Есть еще один важный аспект, связанный с осквернением святилища. Об этом пишет пророк Иезекииль. «Посему живу я, говорит Господь Бог, за то, что Ты осквернил святилище мое всеми мерзостями Твоими и всеми гнусностями Твоими. Я умолю Тебя, и не пожалеет око мое, и я не помилую Тебя». Такие слова говорит Бог народу, предупреждая Его о грядущем пленении и о разрушении храма. Какие же мерзости оскверняет святилище Господне? В 8 главе пророк описывает видение, которое дал ему Бог. В нем он как бы переносится в храм и глазами Бога видит все, что там происходит. И сказал мне, «Сын человеческий, подними глаза Твои к северу». И я поднял глаза мои к северу, и вот с северной стороны у ворот жертвенника тот идол ревности при входе. И сказал он мне, «Сын человеческий, видишь ли ты, что они делают? Великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища моего. Но обратись, и ты увидишь еще большие мерзости». Господь показал Иезекиилю идол Астарты, установленный в храме царем Монасией. Этот грех как бы решил судьбу израильского народа. Будучи последней каплей в чаше долготерпения Божьего, он был опаснее всех грехов, которые народ израильский делал ранее. Даже когда Соломон в угоду своим многочисленным женам построил капище Хамасу, мерзости Моавицкой, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Амманицкой. И там совершали садистские ритуалы, принося детей в жертву раскаленному докрасно-железному истукану. Или когда устроили капище Ваалу в долине сыновей Яномовых, занимаясь там распутством. Все эти грехи не были настолько опасны, как то, что сделал Монасия. Ни один из предыдущих царей не покушался на свободу выбора человека. Капище Молоху и Ваалу стояли в стороне от Иерусалимского храма. Несмотря на их греховную привлекательность, человек мог сделать выбор и поклоняться в храме Богу Творцу Неба и Земли. Монасия отнял это право. Идол стоял на том месте, где совершалось заклание жертвы всесожжения и жертвы за грех, то есть с северной стороны жертвенника. Всякий, совершающий жертвоприношение Богу, не мог обойти этого идола. Подобные действия делают святилище бесполезным. Оно не выполняет свою функцию, если грешник не может прийти и, принесший жертву, перенести свой грех во святое место. Несмотря на то, что в святом святых сохранится полный порядок, святилище будет осквернено. В отличие от языческих храмов, осквернить которые можно было какими-то зримыми ритуалами или конкретными разрушениями, осквернение храма Божьего можно было совершить даже не заходя в него. Господь называет осквернением святилища действия, порочащие его имя или создающие такие условия, когда человек не может воспользоваться своим правом выбора – поклоняться Богу. Все указанные действия несут в себе угрозу прежде всего тем невинным людям, которые желают своего спасения. Бог встает на их защиту, а потому всякий, кто оскверняет святилище, достоин смерти. Так, все это, конечно же, очень интересно. Но все же, какое это имеет отношение ко мне сегодня, спросите вы? Ведь ты говоришь о давно потерявших актуальность понятиях – святилище, ритуалы, осквернение. Да эти слова скоро выйдут из обихода. Справедливое замечание, на первый взгляд. Однако в действительности, подобно тому, как тысячи лет назад цари-отступники не давали возможности народу подлинно поклоняться Богу, сегодня это продолжают делать некоторые священнослужители и религиозные организации. Ведь вместо того, чтобы направлять взор своих прихожан непосредственно на Иисуса Христа, благодаря смерти и воскресению которого мы получаем прощение грехов, священники рассказывают им про свечки, иконы, исповеди, ритуалы, без которых якобы ты не обретешь милость перед Господом. Все это подается под соусом подлинного благочестия. Якобы это лишь образы, а спасает нас Христос. Но не нужно подменять понятия. Иисус отдал свою жизнь для того, чтобы каждый верующий в Него мог обрести спасение даром. Сегодня мы имеем уникальную возможность преклонять колени и исповедовать свои тайные грехи непосредственно перед Господом и только перед Ним. Нам не нужны посредники. Да, нам необходимы служители Божьи, которые помогут нам осознать наши грехи, вдохновить, поддержать. Но никак не те, кто обязует нас к ритуалам, от которых Господь нас избавил. Друзья, если вы принадлежите к церкви, где хоть какой-то религиозный обряд проводится за деньги, задумайтесь, на каком основании стоит данная церковь. Речь не идет о ваших добровольных пожертвованиях. Это абсолютно другая история. Мы говорим о так называемом церковном прайсе, где расписана стоимость завенчания, крещения, ряд молитв за вас или ваших близких. Это же прямое нарушение постановления Божья его апостолам. Даром получили, даром давайте. В результате, миллионы людей видят в церкви не место Господней силы и благодати, а просто человеческий бизнес. Это ли не есть осквернение святилища сегодня, когда кто-то устанавливает замаскированные преграды между человеком и Иисусом? В скором будущем мы опубликуем видео о пророчестве о таинственном Малом Роге, образ которого на страницах Священного Писания как раз и указывает на того, кто особенным образом препятствует плану спасения Божьего в наше последнее время. Так что обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самое интересное. Также рекомендуем вам посмотреть все видео из плейлиста «Тайны святилища». Таким образом, ваше понимание Библии и того, что Бог делает для нашего спасения, существенно вырастет. Мирного неба всем нам. Надеемся. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!